Вот возвращаясь к группировкам, которые борются за власть, Абаз Галямов у нас, который был недавно, сказал, что в отношении выборов есть две группировки. Одна группировка, грубо говоря, силовиков, ну, естественно, во главе с Патрушевым, которые вообще хотели бы, чтобы никаких выборов не было, потому что тогда тот человек, который будет президентом, будет однозначно зависеть от них полностью. И другая группировка, которая, вот, Вайна, Кириенко, опять же, Собянин, Мишустин, вот все эти политтехнологи, которые, конечно, хотели бы выборы провести, результаты поделать, и тогда, как бы, ну, естественно, тот человек, который будет во власти, будет зависеть от того, что они так хорошо ему все подделали. Ну, и что, Юлия, естественно, как и вы, задавал этот вопрос несколько раз людям, осведомленным не сравненно более, чем вы и я, и все российские эксперты вместе взятые, спрашивая, а вот там то и это, на что они с ласковой улыбкой, почти ленинским прищуром не отвечали. Слушай, это вообще все пустое, это никакого значения сейчас не имеет. Сейчас решаются другие вопросы. Ну, есть люди, которые осваивают предвыборные бюджеты. Это милое дело, да, и поэтому они будут изо всех сил надувать щеки, и трубить фанфары, выборы, выборы, надо готовиться. Это вот одна сторона дела. Вторая состоит в том, что никто не знает, точнее, понятно, что Путин пойти на выборы не может. Выводить ли двойника этот вопрос не решен? Он не решен, есть очень серьезные сомнения. Ну, и потом, после ухода Путина физического, и ситуация-то может измениться, баланс сил может очень здорово измениться. Он пока еще жив, понимаете, он поддерживает тем самым консенсус. Они все ждут его смерти. А как только его не будет, консенсус начнет разрушаться. Коалиция Патрушева, она хотела бы увидеть президентом сына Патрушева, Дмитрия Патрушева, министра сельского хозяйства. Это, в общем, ни для кого секретом не является. К Дмитрию и к отцу его много ходоков сейчас. Они знают, у кого сила, что где-то 75-80% всех президентских полномочий уже и так находятся в их руках. Значит, ходоки там направляются, выказывают лояльность, преданность и прочее. Так ситуация выглядит. Поэтому какие выборы? Кого выбирать? Это все еще череда сплошных вопросов, Юлия. Или вообще не обязательно вводить военное положение, хотя они и этот вариант не исключают. Но в том случае, если позиции коалиции будут поколебрены или станет выясняться, что она встречается с каким-то сопротивлением, на этот случай они готовят мобилизацию не в военных целях, а в дисциплинарно, воспитательных, чтобы запугать общество. И они готовят введение военного положения, чтобы никто пикнуть не смог. Поэтому это вообще в другой плоскости все находится, понимаете? Не в плоскости выборов, кому мы этими выборами что-то покажем. Нет, все иначе. Надо, во-первых, украсть денег напоследок как можно больше. Это элементарное воровство. В гомерических масштабах. Воровство, мошенничество. Как это еще называть? Главный вопрос – это да, власть, преемственность власти. Кому она отойдет? Как ее обеспечить? Ее преемственность? Переходка. Как сохранить путинскую систему без Путина? Одни вопросы, Юля. Ответов нет. Китайцы говорят, ну мы не против, если это будет двойник. Ну пусть все договора соблюдаются. Американцы тоже пожимают плечами. Но нам главное, чтобы хуже не стало. Чтобы Россию не охватило новое смысл. Хорошо. А если Патрушев, допустим, хочет своего сына? Это действительно хорошо известная история. Но одновременно сын пока является министром сельского хозяйства. Это не очень высоко. И все говорят, что Путин как раз отказывается его промоутировать, именно чтобы обуздать амбиции Патрушева. Если Патрушев сейчас 80% президентских полномочий контролирует, что ему мешает возвысить своего сына? Ну не 20 же, 20 же еще остаются. А что значит возвысить? Это означает сделать его премьер-министром. Есть такая схема. Уходит вождь в худший из миров. Для него худший, для нас лучший, безусловно. В данном случае. Двойник назначает новый премьер-министр. Такой вариант тоже считается рабочим. Но пока есть одно понимание у элиты. Консенсус вокруг двойника на какое-то время. Но как только будут предприниматься действия наподобие тех, которые я вам сейчас назвал, наверное, консенсус тут же разрушится. Далеко не все, хотя я сказал, что там череда уже, так сказать, просителей и тех, кто лояльность выказывает по отношению к Николаю Платонычу, далеко не все разделяют это мнение, это отношение. Есть те, которые готовы бороться против. А кто эти, кто готов бороться против? Ну, есть, по крайней мере, коалиция, которую можно условно назвать прагматиками. Прагматическая коалиция, да, она включает не только министров. Кстати, от министров много чего зависит. Не надо их недооценивать. Особенно от министров финансового, от Набиулина и от главы Министерства финансов. Ну, еще ряд чиновников категория, которые входят вот как раз в дюжину самых влиятельных людей России. Они бы не хотели, они бы не хотели такого варианта развития событий. Они считают его чреватым. В том числе для себя, конечно же, в первую очередь. Не для нас же с вами. Ну да, их помножат на ноль. Хорошо, кого они видят премьером? Мишустина? Да, почему? Понимаете, они бы, может, видели бы Мишустина. Но дело в том, что его ни в огрошь никто не ставит. Мишусти не считается сильным человеком. Его презирают. Аналогичным образом они относятся и к Собянину. Поэтому я не очень понимаю, кого они могли бы увидеть в таком качестве. Я не слышал даже, чтобы они обсуждали. Возможно, эти обсуждения идут, но, по крайней мере, мне о них ничего не известно. Хорошо, а американцы ведут какие-то сепаратные переговоры с кандидатами? Потому что вот мы в прошлый раз говорили, что переговоры идут через Абрамовича и Чемизова, через Сальвана и Патрушева. Ну, это переговоры все-таки несколько иные. О нормализации вообще в целом. Американцы согласятся иметь дело с любой властью, которая здесь обеспечит стабильность. С любой. Даже с откровенно людоедской. И этот сигнал они послали. Субтитры создавал DimaTorzok